Всем привет-привет! И сегодняшний влог начнется с приготовления обеда. И на обед у меня будет вот такой салат. Сейчас я вам расскажу, из чего он состоит. Вы меня часто просите показывать мои блюда, простые, легкие, которые я, в принципе, всегда готовлю и которые подходят для правильного питания. Значит, вот сюда я уже нарезала в тарелочку половину помидорки, буквально чуть-чуть огурца, перец вот здесь лежит. Дальше вот такой микс салата я использовала. Его купить можно, в принципе, практически в любом гипермаркете. Называется Fit&Dizzy. Вы можете покупать любой другой микс салата. Вот здесь вот различные салаты. Да, микс идет. Четыре вида салата. Дальше я добавила моцареллу. Вот такой сыр мягкий. Порезала сюда. И мы сейчас будем добавлять кунжут. Кунжутное семя я добавляю практически в любой салат. Мне очень нравится, получается очень вкусно. Дальше добавляем обязательно орегано. Вот такой вот. Вот так вот достаточно обильно добавляем сюда. Далее я также буду использовать вот такой соус. Этот соус, это у нас такой бальзамический соус. Немножко сладенький. Как раз подходит сюда. И будем использовать также, поскольку соль мы не кладем, я использую просто соевый соус. Вот. Заправляем весь салатик. Перемешиваем. Получается очень вкусно. Можно дополнять свой обед. Можно просто салатом наесться, если сделать большую порцию. Мне очень нравится этот салат. Получается очень вкусно. Очень необычный вкус именно дает вот этот вот соус. Он идет для капрезы, то есть вот для таких помидорок с моцареллой. Но я также готовлю этот салат с ним. Тоже получается очень вкусно. Так что вам советую тоже попробовать сделать такой салат. Если у вас нет такого соуса, можете в принципе просто без соуса сделать. Тоже будет очень-очень вкусно. И вот так вот наш выглядит уже салат перед употреблением. Уже все я в принципе сюда добавила. Также еще вам не сказала, что обязательно нужно добавить чуть-чуть оливкового масла, чтобы соединить вкус всех этих овощей. В общем, получается вот так вот. Очень вкусно. Буду кушать. Делюсь с вами вкусняшками, всякими своими мнениями по поводу шоколада. Вы знаете, что шоколад Милка я не особо люблю. И я его покупала в Турции, пробовала. И пробовала с печеньем соленым. Мне вообще не понравилось. С обычным там тоже, с крикерами какими-то тоже. В общем, мне вообще не понравилось. Милка как-то несколько раз я пробовала. Но этот раз, в общем-то, все удачно. В общем, что я вам покажу. Съела я полностью уже вот эту шоколадку. Это с печеньем Ареа. Она безумно-безумно сладкая. Если вы не любите такие сладкие вещи, то вам, наверное, не понравится. Но, вы знаете, мне понравилось. По кусочку как бы так вот кушать нормально. Прикольно. Так что могу советовать. Очень-очень классная вещь. Это все из Литвы привозилось. А дальше вот такая еще есть шоколадка. Ну, я ее пробовала, и мне она, в принципе, нравится. Это у нас с орехами и изюмом. Это, в принципе, стандартная моя любимая шоколадка из Милки. Такая же, как и моя любимая Альпингольд с орехами и тоже изюмом. Больше всего как-то я люблю эти шоколадки. И обычно, кстати, в эту шоколадку я держу в холодильнике. Мне нравится, когда она более твердая. Ну, и вот эту вот еще новую я не пробовала. Она идет у нас с орехами и малиной. Очень какая-то такая интересная. Вот, буду тоже попробовать. Потом, возможно, вам расскажу. Ну, и вот такие маленькие тоже привезли. Это из набора. У нас там было вот такие вот малюсички. Вот это с хлопьями. Вот это с печенькой. В общем, такие вот кустяшки. Накануне 8 марта будем объедаться. Потому что я уже долго без углеводов. Не знаю, сколько, наверное, неделю я не ела углеводы. Вот, практически вообще. Как-то мне без них, конечно, тяжеловато было. Вот, так что сейчас будем отрываться. И сделала я коррекцию себе позавчера. Ноготков сделала френч. Сейчас вам покажу, как это все дело выглядит. Вот такие аккуратные ногти сделала. Просто самый-самый обычный френч. И вот такие небольшие камушки здесь. Вот. Так что вот такие получились у меня ноготочки на этот раз. В принципе, мне очень понравился дизайн. Спокойный. Я в последнее время очень устала от каких-то ярких дизайнов. И предпочитаю френч. Считаю, что это смотрится достаточно дорого, красиво, аккуратно. И подходит под любую одежду. Яркие цвета я, честно признаюсь, не люблю. В маникюре как-то мне не нравится. Я от них быстро устаю. И они не под всю одежду подходят. Поэтому, в общем, сделала вот этот раз такие. В прошлом влоге я вам рассказывала, что посещала мастер-класс по бровям. По коррекции, моделированию и окраске бровей. Очень много всего нового для себя узнала. Очень интересного. И самое классное то, что это был некоммерческий мастер-класс. То есть он был абсолютно бесплатным. Я от него ничего не ожидала. Но впервые за многое время я получила столько информации для себя полезной, сколько на платных мастер-классах не получала. Так что огромное спасибо студии, которая организовывала этот мастер-класс. Было очень-очень круто. Обязательно еще туда приду. Что хочу вам рассказать. После мастер-класса, конечно же, я купила для себя краску. Дело в том, что я, в принципе, уже давным-давно, работая визажистом, делаю коррекции и моделирование бровей. Но именно рефлектоцилом, именно себе я никогда не делала. Я никогда не нуждалась, в принципе, в окраске бровей. Но вот решила лично для себя купить. И сейчас вам расскажу, что вы тоже можете приобрести, чтобы заниматься своими бровями в домашних условиях. Значит, это краска профессиональная рефлектоцил. Вот так вот она выглядит. Продается она в коробочке. У меня оттенок 3.1 блонд. Точнее, light brown называется. Вот так вот. Этот оттенок считается для блондинок, для шатенок. Такой легкий коричневый оттенок. Вот такая у него упаковка. Очень большая упаковка. Вам хватит на много-много лет, поверьте. И также здесь есть инструкция. Девочки, вот тоже сделаю коррекцию бровей для своих клиенток. Вы иногда можете ошибаться с цветом. Сейчас мода на какие-то темные очень брови. Но, поверьте мне, краска достаточно темная. Поэтому не покупайте, допустим, там, не знаю, черный. Вот тут есть, смотрите. Есть вот первая, да, на картинке. Есть вот черный оттенок. Есть серый. Есть синяя, черный. Есть совсем такой вот очень-очень двойкой, нейтральный. Они все очень разные. Я брала именно 3.1, вот он здесь. Вот это он. Оттенок 3.1. И он очень круто подходит и блондинкам светленьким, и шатенкам, и даже некоторым брюнеткам. Твои брови получаются не такие, как на картинке, а гораздо темнее. Вот примерно вот такие. То есть вы можете, если вы работающий мастер, вы можете для своих клиентов купить вот этот 3.1. И поверьте, вы будете использовать его просто на всех клиентах и для себя. Эту краску можно использовать как для бровей, так и для ресниц. Я себе красила, осталась очень довольна. Разводить ее нужно окислителем. Вот здесь указано. Окислитель должен быть 3%. Я красила брови ресницей. Достаточно темный получился эффект. У меня он очень хорошо держится. Так что могу вам тоже это посоветовать. У многих, не знаю, многие говорят, что эта краска там смывается. Не знаю, у меня она отлично держится, несмотря на то, что я смываю макияж каждый день, и делаю маски, и делаю скрабы. У меня она держится просто прекрасно. Стоит она всего лишь 5 долларов. Это потрясающая цена. Плюс примерно столько же стоит окислитель, то есть оксидант. И, соответственно, 10 долларов вы тратите, и вам на много-много лет хватит этого продукта. Так что обязательно себе купите и занимайтесь окрашиванием бровей дома, если у вас есть, конечно же, какие-то определенные навыки. Сделать это очень легко. Можете посмотреть в интернете очень много роликов или тоже сходить на какой-то мастер-класс, потому что сейчас моделирование бровей с окраской у хорошего мастера стоит 300 тысяч белорусских рублей. То есть это, не знаю, 14 долларов, 15 долларов, у кого-то 10 долларов. То есть, в принципе, можете просто купить и заниматься этим дома, если у вас, опять-таки, говорю, есть какие-то навыки. Вот. Мне эффект очень понравился. Повторюсь еще раз. У вас брови достаточно темные, без макияжа. Очень все здорово выглядит. И ресницы видны, и бровки видны. Вообще просто замечательный эффект. Если даже куда-то ехать нужно на отдых, будет классно. И если вы просто дома ходите без макияжа, или если вы вообще ходите постоянно без макияжа, не любите красить там ресницы и брови, то это для вас просто шикарный вариант. Покрасить реснички и брови, и вот так вот ходить несколько недель. Это просто супер. У нас в Беларуси можно либо заказать в интернете, либо купить в торговом центре «Импульс» на первом этаже. Он много-много где есть. Практически там в каждом магазинчике. Вот. В России не знаю где, но тоже очень много где должно продаваться, потому что это профессиональная марка, которая очень распространена. Запомните оттенок. Оттенок 3.1. Достаточно хороший, классный оттенок, который подойдет всем, потому что оттенок 3 уже темный. Вот этот оттенок подойдет и блондинкам, светлым, темным блондинкам, неважно, холодный вы или теплый. Цвет достаточно универсальный. Вот. Так что осталась я довольна по сечению мастер-класса и своей такой покупочкой. Сегодня только 7 марта, а у нас вот такая вот уже красота. Сейчас вам покажу. Это букет из вот таких красивых розовых тюльпанов. Кстати, это мой самый-самый любимый цвет. Больше всего мне нравятся такие розовые. Вот. Уже даже не помещается. Дальше такая красивая розочка розовая. Вот дальше тоже такой красивый очень букет из желтых, очень красивых тюльпанов и фиолетовых. Я, кстати, раньше очень любила желтые розы, но потом их разлюбила уже. Очень красиво. Так, кто-то к нам еще пришел тут. И вот такой вот красивый тоже букетик, который я вам покажу потом еще поближе. Вот такой в коробочке. Там губочка очень красивый. Тут такой пиончик. Такие красивые вишенки. Вообще обалденно, конечно, смотрится. Весна-весна. Вот такая орхидея зеленая, не очень необычная. Вот. И такие красивые вишенки. Очень милые. Вообще прикольно. Очень красивенько получилось. И еще одно включение в этом влоге. В общем, мы сейчас сидим. Сейчас 8 марта. Вечер. У нас ужасная, отвратительная погода. Вот. В общем, мы сидим, отмечаем. Цветы, цветы, цветы. Донат, бокс. И посмотрите, какой красивый шарик мне подарили. В общем, в принципе, все знают, что я очень люблю шары. И на все праздники, в принципе, мне многие дарят шары. Вот такие гелевые. Я их обожаю. Это огромный шар. Он очень был большой. В общем, на фотографиях в инстаграм будет видно, насколько он большой. Его высота 90 сантиметров. То есть очень такой... Даже, по-моему, больше. Даже по метра 10, наверное. Не помню. Ну, короче, очень большой. Спасибо огромное. Было очень-очень круто. Очень приятно. Вот. И мы сейчас, в общем-то, сидели тут. Отмечали. Мой бокал шампанского стоит. И вот такой донат-бокс. В наборе было 6 донатов. Стоили они 1 донат 1 доллар. То есть эта вся коробочка вышла в 6 долларов. Ну, не знаю. Мне кажется, это немножко дороговато. Тем более, что начинки у них нет. Вот этот с фисташками остался. Вот этот, по-моему, с глазурью и клубникой. И вот этот я не знаю. Мы съели самые вкусные. С клубникой. Вот еще с фисташками. Очень вкусно было. Такие, ну, в принципе, неплохие. Но все равно, как бы, мне больше нравятся те, что я показывала вам несколько блогов назад. Действительно, там были очень классные. Очень вкусные. С начинкой. Очень крутые. Ну, эти тоже сойдет. Но не за такую стоимость. Так что, вот так вот у нас прошло 8 марта. В общем, мы и отметили. Очень-очень так мило посидели. Вообще, это 8 марта, конечно, для меня было очень волнительным. Много было моментов таких, которые нужно было решать. В общем, поздравлять тоже всех нужно было. Еще девочек своих я не поздравила. Вот. Ну, обязательно своих двух подружечек я поздравлю. Так что вас тоже поздравляю с прошедшим 8 марта. Я думаю, что этот лог выйдет уже позже. Желаю, чтобы у вас всегда в душе было весна, любви вам, красоты, тепла, добра. В общем, люблю вас, люблю, девчаночки.